всем привет мои дорогие друзья мы снова с вами рисуем так как у нас осень выбрала я вот такой осенний сюжет по мотивам тумана джима баева осень ну я думаю она так называется название так как я не нашла холстик у меня небольшой 18 на 24 нужно брать и при желании побольше то есть я немного переделала если можете найти такую картину да кто к примеру скажут что цвета не такие там более таки вот желто-оранжевый я чуть-чуть поярче посочнее сделано то есть у нас и не стоит задача до сделать конкретную копию разбавитель white spirit без запаха текуриловский кисточка щетинка вот такая вот уже краешек у нее потертый и на разбавителя приблизительно пополам размечаю и где-то вот в нижней части вот здесь вот будет линия горизонта туда куда у нас тропинка дорожка будет уходить вот я ее намечаю то есть сужаться она да как видите будет не в середину уходить а чуть правее и контуры деревья я наметила также показала линию там где у меня будет заканчиваться дальний лесок и как бы деревья и трава да вот разделение охра с желтеньким вертикальными мазочками щетинкой вот так вот против шерсти только втираем тоненьким тоненьким слоем сильно краску не вымешиваю до однородного тона в принципе кто долго меня смотрит знаете что да я не добиваюсь идеального вымешивания всегда то есть нам нужно чтобы у нас рябила там и темные оттенки светлые вот уже когда я втерла до такой вот оттеночек я добавляю красненьких красно-коричневых где-то больше коричневого где-то больше красного тоже вертикальными мазочками нам нужно нанести вот эту вот темноту пятна эти вдалеке у нас деревья да там их масса их очень много то есть они конкретно неразличимы но темнота там присутствует плюс нам нужно это для того чтобы наши вот это желтая яркая пастозная листва в дальнейшем было ярко видно вот голубая фрц до пошла с желтеньким если сильно яркая добавьте коричневого если уж такая прям ядреная зелень получается и вот пятнами пятнами я втираю где-то красноватых где-то зеленоватых вот охра желтым с голубой фэц и кстати голубая фэц и сухра и желтая будет а зеленый поспокойнее чем с кадмин сухой кисточкой протерла слегка смягчаю края тряпочкой протираю вертикально эти мазочки сильно не трите без фанатизма то есть так вот аккуратно такую расплывчатости сделали голубая фэц с красным только получается грязно-фиолетовый горизонтально заполняем тропинку и также ее тряпочкой вот кое-где подрастираю чтобы был тонкий слой белый чуть под подпачкала голубым голубовато-зеленым таким вот но в основном он белый то есть просвет неба делаем посередине да вот по бокам еще добавляю темности то есть смотрите если мне надо кверху более тонкие до повыводить вот здесь вот я резкими движениями уже как бы выбрасывают эти стволики намеки а внизу я уже плоско кисточку ложу и более плотные темные мазочки и кистью такая вот щетинка к линии горизонта там где у нас еще то что хотелось бы сказать а там если будут стволики там сильно черные не выписывайтесь то есть он пускай там с белым подмешится такого-то бить он еле заметны со светлыми оттенками а сюда ближе уже более темный вот набираю краску до индиго и наношу какую-то имитацию стволиков то есть смотрите если я хочу этой кисточкой кисточка просто плоская не закругленная а тоненький сделать я примут уголочком рисую если мне надо поту и давлю поменьше а если книзу до ствол расширяется там уже можно кисточку плоско держать и придавить прям намечаю пятнышками где у меня будут стволы вот здесь на переднем плане и вот здесь с левого края такое кривоватое деревце то есть тоже все идеально ровные их не рисуйте пустим как там не будет вот этого движения интересности да когда они все как забор ровно стоят на заднем плане пускай они ровные дома здесь впереди поискривляйте их чуть чуть также какие-то в бок отходящие веточки какие-то у нас закроются перекроются но мы пока не знаем да как пойдет у нас где у нас как ляжет красочка да поэтому мы заполняем наносим какие-то веточки вот здесь еще деревце то есть создаем такую массу стволиков индиго индиго с коричневым чередую так вот мы в основном преобладает индиго то есть очень-очень такие темные стволики кисть лайнер с разбавителем индиго коричневый даже можно туда красненького добавить вот каких-то тоненьких веточек добавлю потому что такой кисточкой щетинкой на дальнем плане и деревья до уходящие туда по тропинке кисточкой неудобно рисовать и вот поэтому беру маленькую вот так вот мазочки разнообразные там даже особо не задумываясь так вот вожу кисточки чтобы показать какую-то массу также можно вертикально где-то где остались такие места полосатости задать до каких-то еще намеков на более тоненькие веточки то и со вернее деревца и сильно их не старайтесь чтоб вот они знаете как примут линия идеально легла да вот прерывается если она где-то пускай прерывается то есть неоднородно это будет уже хорошо вот вертикальных мазочков добавляю теперь беру желтый охра вот там голубой чуть подмешанный такой зеленоватый оттенок здесь на дальнем плане выкладываю красочки набираем побольше то есть работаем начинаем уже более пастозно вот успокаиваю коричневым даже и желто-зеленый замес и легенькими легенькими вот буквально двумя пальчиками не давлю аккуратненько аккуратненько создаю мазочки листвы и не просто их нашлепывают а как бы знаете вот слегка с протяжкой дотронулась до красочкой до холста и слегка вот как лодочки вот таким вот направлением можно задавать таким движением задавать направление листочком охра желтый красненького туда то есть чередуем чтобы не все у нас было идеально там вот желтая да чередуем оттенки там где у нас потемнее то есть соответственно около там где ближе к небу там будут посветлее до мазочки где-то в глубине деревьев там уже такие окреста красные тут по зеленым сверху добавляю еще разбеленных желтоватых чтобы не просто зеленые были так несколько оттенков интересных были вот более охристые с вот этого края на макушечках охра с красным более темный вот здесь то есть там как бы света меньше до подразумевается и поэтому вот желтенький с красным и оранжеватый оттенок тоже оранжевый может быть разный до больше красного добавили более такой оранжевый можно немножко белилок добавить он слегка разбеленный будет то есть нет не такой яркий уже более приглушенный на белилки желтой вот сюда тоже добавляю и примут пастозно пастозно выкладываю сейчас видите по диагональ очки мазочки то есть я задаю направление уже другое листочком здесь постоянно постоянно протираем потому что стволы наши подмешиваются то есть постоянно протираем охра с белилками чуть-чуть красного добавила вот таких немножко оттенков но вот таких разбеленных прям сильно оттенков не переборщите их много не надо они конечно должны быть такие прям совсем осветленные но немного потому что белила они убивают цвет и картина не будет такая вот осенняя яркая да осенью у нас листва вся она яркая оранжево-желтая красная и белила они просто убьют вот эту яркость голубая фц с желтеньким чуть-чуть белила коричневого вот такой видите уже спокойно зелененький получается горизонтальными мазочками тоже так вот пастозненько сильно не давлю выкладываю прям красочку намечаем вот здесь которая трава у нас где-то добавляю больше голубой фикс и темные пятна опять-таки для того чтобы было интересно да не то что у нас какое-то однородное состояние травы то есть одноцветная накопает а чтобы было интересно и по-разному желтый красный коротенькими еле касаюсь уже мазочками так как там уже фактура краски приличная примут аккуратненько аккуратненько представьте что боитесь вы дотронуться и вот еле-еле касаясь желтоватых оттенков ох раз красный тоже листочки же разные да могут быть у нас там лежать то есть и поэтому мы тоже разнообразно разными оттеночками наносим полностью не перекрываемся на зеленая то сюда и вот перебить их можно кое-где там где уху они смыкаются с дальним планом деревьев можно вертикальные мазочки уже показать чтобы не было такой знаете когда мы просто горизонтально делаем получается такая резкая граница когда мы кое-где перебиваем вертикальными мазочками уже более естественно красивее как-то так в глаза не бросается вот эта резкая граница вот где-то добавила да видите дерево слева я белила желтыми желтым очертила более рядом проложила светлый оттенок чтобы дерево наше было почетче видно да вот стало на травинке еще более таких вот желтеньких примут еле-еле касаюсь аккуратненько где-то прям даже на краешком кисточки уголочком вот делаю больше разбеленный оранжевый немножко белилок добавила здесь вот такая веточка знаете она как бы самого ствола дерева не видно но подразумевается что она где-то там вот за пределами картины и вот веточка его сюда выходит таких вот разбеленных оранжеватых а потом сюда же разбеленных желтеньких можно маленькие ли листочки на краешках видите еле касаюсь и получатся маленькие пятнышки напоминающие малюсенькие листочки и видите я чередую желтоватых зеленоватых где-то потемнее вот на дальнем плане где мы зелень прокладывали там вот тоже покажу такую темную зеленую тоже такими прикладываниями мазочками не сильно пастозно теневые прокладываем помню до что у нас теневая пастозную красочку не любит вот опять оранжеватых желтоватых добавляют ох раз красный вот сюда сильно тот просвет который небо немножко видно не закрываем остатками краски можно уже подпачканной кисточкой где-то там в теневой такими оранжеватыми показать но уже менее пастозно потому что это далеко и это в тени голубая фс с красным но тут же фиолетовый доделаем и немножко разбеливаем его горизонтальными мазочками не сплошными прерывистая нанесли светлые участки на нашей тропинке этой и более темным между ними где-то да то есть показали какие-то просветы вот еще больше добавляю светлых участков дорожка у нас вот это вот вот добавляете фиолетовый она должна плавно то есть она будет более контрастная будет такая темная на переднем плане и туда ближе к свету она должна постепенно таять то есть не должно быть резкой границы что вот она все здесь заканчивается там начинается небо то есть вот вы видите да что она где-то там заканчивается но нет вот это прям конкретно резкой границы вот такой плавненький переход должен от темного к светлому получится в итоге по бокам вот добавляю коричневого впереди добавила также опавших осенних листьев помните да что я говорила уже мы картину не начинаем там самого низа холста то есть мы набросали сюда листвы и дальше продолжили уже тропинка наша добавляю листочка где-то на стволике набрасываю осенних листочков чтобы они как бы на мелода листьев под деревья чтобы не было так у нас деревья стоят и под ними нет листьев так тоже не может быть где-то поправляю стволики беру индиго и где я листочками очень сильно запачкала к примеру можно подправить разбеленный желтый вот здесь вот ветка уходит на небо добавляю мазучка где-то яркости добавляю если не хватает то есть такая работа не сложная абсолютно не сложная приятно писать разнообразие когда вот не работаете гладко допустим да и такой постозной фактурой пописать прям иногда вы тоже классно разбеленной охрой поставила света немножко и вот кое-где хочется мне я перебиваю листву эту чтобы она каким-то конкретной такой полосой тоже не лежала кое-где подразобью коричневый желтый желтый лук в светлых участках добавляю мазучка и кисть хорошенько протерла я добавляю просветы небо уже более так вот постозно постозно выкладываю кисть постоянно протираю потому что желтый подмешивается буквально там два мазочка кисть протерла два мазочка кисть протерла таких окошек между деревьев где-то там вверху может быть не вот в принципе все такая работа получилась посмотрите какие постозные мазочки насколько фактурно все даже вот кое-где видны просветы подмалевка где когда мы первый слой сам и наносили ведь и оттенки разные и разбелены желтые и и охристые и то есть вообще всякие разные нибудь смешивать смело пишите ту работу должно у всех получиться потому что она действительно очень люка вот посмотрите тропинка ведь она плавно плавно туда даль уходит такой несложный сюжетик у нас получился спасибо друзья за просмотр поставьте лайк этому видео поддержите канал я вам всем желаю творческого настроения рисуйте творите вдохновляйтесь и на этом с вами прощаюсь до скорой встречи в новых видео пока пока